Я даже представить себе не могу, что ощущали люди древности смотря на небо. Большой светящийся шар днём или бескрайняя поглощающая тьма ночью, с миллиардами светящихся точек и огромной сырной головкой в небе. Но за этим незнанием крылось некое благословление. Сейчас объясню. Мы знаем, что мы лишь одна планета из неисчислимого количества. Мы знаем, что головка сыра это луна, а светящиеся точки это звёзды. Мы знаем, что большинство планет невозможны для жизни, надеяться встретить на них разумную жизнь глупо. Но их так много, что и поверить в нашу уникальность в этом мире не получается. А технологий проверить наверняка пока просто нет. А потому, пока мы ожидаем скачка в эволюции технологии, можно провести время за виртуальным освоением, изучением космоса, путешествием к центру вселенной или следованию пути атласа в No Man's Sky. Субтитры сделал DimaTorzok Привет, конвои! Меня зовут Игорь Серебус, и это просто канал об играх. Всё воскресенье я провёлся игрой в No Man's Sky, за что премного благодарю чистого сердцем и благородного душой Максима Аксёнова, который эту игру мне и задарил. Да, вот так просто взял и подарил. Спасибо ему за это. Подарить игру можешь и ты, дорогой зритель. Только напиши сначала, вдруг она у меня уже есть. Вот, например, No Man's Sky у меня уже есть, и она просто меня захватила. Обычно, в первом взгляде, участвуют игры, в которые я успеваю поиграть от 15 минут до 1-2 часов. Но в No Man's Sky я наиграл уже 12. Сначала 6 часов на пиратке, и потом ещё 6 часов на стимовской версии. И знаете, я так ни разу и не вышел за пределы своей родной планеты. А потому ничего, кроме первого взгляда и первого впечатления, пока сказать не могу. Многим, конечно же, это покажется глупым. Так как игра ведь про исследования космоса, про путешествия между планетами и звёздными системами. Про путешествия через чёрные дыры к центру вселенной или следованию пути Атласа. Ну, я и не смогу сказать, что они неправы. Всё верно. Но лично я решил начать с досконального изучения первой родной планеты. Да и зачем мне космос? Всё, что он мне может предложить, есть и у меня на планете. Новые мультитулы есть. Есть мини-автобусная остановка, где я могу прикупить новый корабль. Есть. Галактический магазин для покупки и продажи необходимых ресурсов. Тоже есть. А так как помимо этого есть и бесчисленные камни знаний, древние храмы, поселения, богатая флора и фауна. То пока я всё это не изучу и не посещу, то и смысла валить с планеты нет. Кстати, я когда только начал новую игру в стимовской версии, меня забросило на планету с адовой температурой, где я реально поджаривался прям на глазах. И я был так разочарован тем, что мне придется покинуть эту планету как можно скорее, но вовремя включенный бандикам сделал игре очень плохо. Последовал вылет, загрузка и новая планета, на которой я и провел свои последние 6 часов. Кстати, вот вам и маленький лайфхак. Если только начали играть и первая планета вам не понравилась, то можете сразу выключать игру и заходить заново. Планета будет уже другой. К слову скажу, что 6 часов мне достаточно, чтобы уладить все свои дела на родной планете и отправиться в космос. Так что как только я смонтирую первый взгляд, сразу же отправлюсь покорять космические просторы. Но пока только о первой планете. Корабль починен, заправлен и готов отправляться в космос. О чем учтиво нам напоминает периодически выскакивающее напоминание в нижнем углу экрана. Но это потом. Сейчас я вижу вдалеке небольшое поселение и я уверен, что его житель сможет приютить меня на ночь. Чтобы переждать надвигающийся шторм с кислотными дождями. Может быть мы даже разговоримся и он учит меня новым словам из их крайне забавного улюлюкающего языка. Или поделится неизвестной мне до сели технологией. Но подлетая я замечаю, что поселение безлюдно. Двери открыты настичь, а внутри все заполонили и довиты споры местных растений. Нигде не вижу останков тела. Надеюсь владельцу удалось спастись. Зато замечаю все еще работающий терминал. Небольшая манипуляция и мне удалось достать из него координаты интересного места, которое тут же отражается на моем радаре. Буря движется. А на ночь здесь я точно не останусь, потому возвращаемся на корабль и движемся к указанной точке. На счастье это оказались координаты населенного пункта. Видимо именно сюда отправился владелец заброшенной станции и чтобы его могли найти оставил координаты к ней. На этот раз мне повезло. Бурю я пережду в теплом и не ядовитом исследовательском комплексе, а завтра уже отправимся к храму знаний, на который мне указали местные исследователи. Я думаю говорить о том, что игра не для всех и не для каждого не стоит. Об этом и так сказали уже все, кто хоть что-то знает об этой игре. Но это и не удивительно. Ты один, перед тобой космос, набор возможностей и... Все. Дальше все в ваших руках. Есть конечно квестовые линейки, но как я успел заметить, они скорее просто толкают тебя дальше путешествовать. Потому игра скорее медитативная, очень аркадная и не про быстрый конец. Умереть в ней сложно, да и смерть не перманентна. Многие меня не поймут, но No Man's Sky напоминает мне Майнкрафт в своем начальном, дефолтном состоянии. Еще без моря школьников, модов. Только ты, мир и мультитул в руках. А на этом все на сегодня. Видео заслужило лайка и подписки на канал. Игра мне крайне нравится, а потому еще несколько видео о ней точно стоит ждать. И мы увидимся в следующем видео. А на этом всем пока-пока.